Посмотрела по чату, из каких регионов сегодня слушают вебинар. Давайте мы с вами проверим только звук. Всем ли меня слышно? Это самое главное. Вижу. Некоторые даже пишут, что звук отличный. Замечательно. Спасибо большое, коллеги. Значит, мы с вами сможем очень плодотворно и хорошо поработать сегодня вечером. Тема у нас сегодня, я надеюсь, такая очень злободневная. Опять о метапредметных результатах, которые заявлены в федеральном и государственном стандарте. Мы сначала посмотрим с вами на несколько небольших определений, которые нужны нам только для того, чтобы убедиться, что между общеучебными умениями и метапредметными результатами нет очень большой разницы. Что же такое общеучебные умения? Это универсальные для многих школьных предметов способы получения и применения знаний. То есть вот такое очень коротенькое, маленькое определение, но оно нам показывает, что это способы получения знаний, которые едины для любых предметов школьной программы. И в скобочках вот есть такая замечательная пометка, что в отличие от предметных умений, которые являются специфическими для той или иной учебной дисциплины. То есть предметные умения у нас относятся конкретно только к английскому языку в нашем случае, а универсальные они будут универсальными. Метапредметные результаты. Что же это такое? Это освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие владение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и межпредметными понятиями. Такое определение нам дает Федеральный государственный образовательный стандарт. Мы его уже не один раз встречали и на вебинарах. И вообще, кто сам решил почитать текст стандарта. Коллеги, есть еще одно определение. Оно заявлено в одной из книг, посвященных в ГОС, что метапредметные результаты – это универсальные способы деятельности, познавательные, коммуникативные и способы регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. Возникает вопрос, что же такое универсальные способы деятельности? Универсальные способы деятельности осваиваются обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов и применениях. Как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. То есть мы с вами видим, что метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися действиями, которые пригодятся на протяжении всей жизни, не только касаемо английского языка, вообще даже иностранного языка. То есть это те действия, которые нам нужны в повседневной жизни. Что является важным? Важно, конечно, это то, как оценить метапредметные результаты. Этот вопрос возникал не раз. Сегодня на утреннем вебинаре, сколько мы не говорили об этом с самого начала, но все равно были слушатели, кто в конце вебинара все равно еще не до конца распознал, как же все-таки оценить метапредметные результаты. Ведь самое важное, то, что сейчас написано на слайде, что в отличие от личностных результатов, которые не подлежат самместе итоговому оцениванию, то есть промежуточная оценка личностных результатов все-таки согласна книгам. Метапредметные результаты, в свою очередь, оценке подлежат. Так как же их оценить? На что обращать внимание? В какой форме может быть этот контроль? Что написано в литературе по стандартам второго поколения? Коллеги, перед вами цитата на слайде. Я ее озвучу для тех, у кого, возможно, проблемы с презентациями или еще с чем-то. Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов, представленных в разделах регулятивные учебные действия, коммуникативные учебные действия, познавательные учебные действия, междисциплинарные программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы чтения, работы с информацией. Коллеги, это цитата из одной из книг, посвященных в ГОС, конкретно в начальной школе, по оценке результатов. То есть, что мы отсюда можем для себя вынести? Оценка метапредметных результатов должна проводиться. Согласитесь, что в данном абзаце мы не видим четких никаких критериев, ни как должны проводиться эти тесты, ни что в них должно входить, ни когда они должны проводиться. То есть, по сути дела, здесь нет точной и никакой конкретной информации, никакой конкретики. Единственное, что важно, и я считаю, что на это стоит обратить внимание, это то, что указана междисциплинарная программа по чтению. По чтению именно в том разделе, где идет работа с информацией. То есть, мы не рассматриваем чтение как обучение чтению. Обучение чтения – это предметный результат. А вот работа с текстом, работа с информацией – это уже результат метапредметный. Соответственно, он уже как раз относится к оценке. То есть, его можно оценить как метапредметный. Что же выступает в этом случае? Основной объект оценки – это сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. То есть, таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Такое очень незамысловатое объяснение, что же подлежит оценке. То есть, оценке подлежит сформированность умственных действий учащихся. Надо, соответственно, разобраться, что же такое, какие конкретно умственные действия учащихся подразумеваются. Коллеги, я сделала небольшой список. В отличие от списка, который представлен в Федеральном государственном образовательном стандарте, этот список более сжатый. Я некоторые пункты объединила, которые по смыслу подходили все-таки больше в какой-то конкретный один пункт. Давайте посмотрим. Первое – это смысловое чтение и поисковое чтение. Это первое умственное действие, которое направлено... ...познавательной деятельностью. Второе – это основные логические операции. Смотрите, пожалуйста, это все то, что, как правило, относится больше к психологии. Сравнение, анализ, классификация и синтез. Это вот четыре основных логических операции. Третье – это заполнение анкет, таблиц, выполнение схем, а также работы с ними. Четвертое – принятие и сохранение целей и задач учебной деятельности, работа с инструкцией и так далее. Пятое – достижение взаимопонимания в процессе устного общения. Шестое – работа в группах сотрудничества, в том числе выполнение проектных работ. Седьмое – оценочная деятельность, самонаблюдение, самооценка, взаимооценка, самокоррекция, познавательная и личностная рефлексия. И восьмое – что является вообще общим... Для всех предметов это, наверное, даже самое первое, что ассоциируется у нас с тем, когда мы слышим слово «метапредметный результат», это выполнение заданий с использованием средств ИКТ, в том числе ресурсов сети интернет. Вот такой получается список из восьми умственных действий, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Мы сейчас с вами посмотрим, в какой форме оценку метапредметных результатов рекомендуют ученые проводить. Какие есть формы оценки метапредметных результатов? В первую очередь, это результат выполнения специально сконструированных диагностических задач. Что подразумевается под этой формой оценки? Подразумевается, что есть некая специально составленная контрольная, либо тесты, либо срезы, которые направлены только на определенную группу результатов, либо на какую-то часть метапредметных результатов, потому что все в общей сложности, их заявлено 16 по стандарту для начальной школы, и, конечно же, все 16 метапредметных результатов невозможно проверить одним тестом. То есть, вот такая вот первая форма оценки, она есть, но по ней оценивать метапредметные результаты все-таки не рекомендуют авторы, разрабатывающие литературу для ксарту. Вторая форма оценки, она более лояльна, она больше подходит, наверное, к английскому языку. Это успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средствами предмета. То есть, то, насколько хорошо учащийся справился с заданием по нашему предмету, будет понятно, умеет он, например, анализировать информацию или не умеет. Может он читать текст с... ...основного содержания или не может. Или он читает все дословно и пытается понять каждое слово. Хотя это, по сути, работа с текстом, с тем, чтобы понять какой-то определенный смысл в нем, чтобы ответить, например, на вопрос, который задан в упражнении. То есть, вот умеет ли учащийся все это делать или нет. Конечно же, здесь есть сложности. Эта сложность, она все-таки в первую очередь, наверное, огромна. Потому что учащиеся не могут выполнять на должном уровне некоторые упражнения, которые даны на английском языке, в том случае, когда мы хотим проверить, какой метапредметный результат, к какому метапредметному результату они пришли. Бывает такое, что мы просим, например, прочитать текст. Мы не даем здесь задание на то, чтобы понять перевод каждого слова, чтобы понять досконально, о чем текст. Допустим... Мы делаем поисковое чтение. И на базе этого текста есть некоторые упражнения, которые нужно выполнить. Допустим, заполнить табличку по прочитанному тексту. Согласитесь, не всегда учащиеся могут справиться с этим заданием, потому что бывает такое, что в тексте встретится несколько незнакомых слов, учащийся поймет, что он не понимает полностью содержание, он не сможет работать уже, соответственно, в форме поискового чтения, не сможет верно заполнить табличку, хотя, если дать этот же самый текст, слово в слово, но на родном языке, учащийся замечательно его прочтет, он с ним справится и очень эффективно заполнит таблицу, которую попросит его сделать педагог. То есть это очень шаткая позиция, что успешность выполнения учебных задач средствами предмета покажет, насколько действительно сформированный метапредметный результат, насколько это действительно объективно. И первая форма оценки, вторая немножко субъективная. И третья форма оценки — это успешность выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Конечно же, вторая и третья форма оценки, они имеют преимущество. Почему? Потому что предметом измерения выступает что во второй форме оценки, что в третьей форме оценки — это уровень присвоения учащимися универсального учебного действия, того или иного из того списка, что мы видели. Потому что мы с вами посмотрим такой контрольной работы только на то, на каком уровне оно сформировано. На очень низком, на среднем или на достаточном, на высоком уровне. И, конечно же, третья форма оценки, она более все-таки близка уже к объективной форме оценки, потому что здесь не идет речь о чисто нашем предметном тесте, на материале которого мы можем сделать выводы о сформированности у учащихся метапредметных умений. И в то же время здесь не идет вопрос о том, что это должны быть специально разработанные упражнения. То есть здесь как бы два в одном. И упражнения разрабатываются какие-то с упором на метапредметный результат. И в то же время все это делается на предметной основе, то есть средствами иностранного языка. Мы сегодня увидим очень интересные примеры. Я старалась подбирать очень яркие примеры. Все-таки какие же задания направлены на метапредметный результат. И в конце мы с вами, в конце лекции, мы попробуем провести небольшую рефлексию. Я буду показывать странички из учебников, а уже вы в чате попробуйте мне ответить, что вы видите, какие здесь упражнения, на какой метапредметный результат они будут направлены. Но сначала посмотрим на то, что и где мы можем найти, касаемо метапредметных результатов и документов. То есть в каких документах это указано. В первую очередь, конечно же, это в ГОС. На втором месте, то есть чуть менее по ступенечке важный документ, это примерная программа. То есть они здесь указаны по степени подчинения. Затем идет авторская программа и вспомогательный материал. В нашем случае это методическая брошюра к ОМК. Что касается ВГОС. Во ВГОС дается перечисление всех метапредметных результатов, которые должны быть достигнуты к окончанию четвертого класса. Мы это знаем, мы на это уже обратили не один раз внимание, что весь тот перечень из 16 метапредметных результатов, он относится к концу четвертого класса. То есть мы не пытаемся у второклассника сформировать в начале года умение вводить текст с помощью клавиатуры. Мы будем стараться, чтобы учащийся смог этого достигнуть к концу четвертого класса. Вот такой, например, пример. И, конечно же, формулировки, указанные во ВГОС, вот эти 16 метапредметных результатов, они общие для всех предметов. То есть, возможно, подразумевалось разработчиками, что какие-то из метапредметных результатов не лягут на определенный какой-то предмет. Все может быть, ну, вот пока в той редакции, в которой ФГОС существует, и мы им пользуемся, их 16, и подразумевается, что они все реализуются средствами предмета, например, в нашем случае, английский язык. Что указано в примерной программе? В примерной программе прописано, что в процессе изучения курса иностранный язык младшие школьники совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка. Это и прогнозирование... ...текста по заголовку, по данным к тексту, рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и так далее. Ну, конечно же, списывать тексты — это не совсем наше задание, это больше к родному языку относится, но тем не менее. Овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст. Совершенствуют общеречевые и коммуникативные умения, например, начинать и завершать беседу, используя речевые клише, поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая. Учатся осуществлять самоконтроль и самооценку. Учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера при наличии мультимедийного приложения. Вот такие вот перед нами пункты ставит примерная программа УГОЗ. Что есть в рабочей программе? Перед вами сейчас пример рабочей программы. Для второго, третьего, четвертого класса. Здесь довольно мелко, на слайде я выделила только красненьким, чтобы вам показать, как это выглядит и где это расположено на страничках. На пятой странице начинается весь текст, который нам нужен. И вот по шестой страничке я вот так красненьким выделила. Для того, чтобы мы смогли все-таки ознакомиться с тем, что там написано, приближим. Итак, здесь дается определение, что относится к метапредметным результатам. Рассказывается о том, какую роль играет иностранный язык в достижении метапредметных результатов. И дается перечисление метапредметных результатов, метапредметных умений, которые будут сформированы в процессе обучения английскому по курсу Enjoy English. Посмотрите, пожалуйста, в данном случае это принимать цели учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера. Осуществлять поиск средств, решение задачи, например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке. Планировать, выполнять и оценивать свои учебные или коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. И так далее. Коллеги, их много, я не буду их все зачитывать. Авторы очень подробно их расписали и даже дали подсказки. Например, в пункте «Использовать различные способы поиска информации» есть пояснение в скобочках. Например, в словаре и других справочных материалах учебника. «Подсказки к мультимедийному приложению», то есть где они могут это метапредметное умение реализовать. Я говорила о методической брошюре QMK. В данном случае я сделала, как пример, методическую брошюру, показала на слайде методическую брошюру QMK Enjoy English, обучение английскому языку в курсе, английские с удовольствием. Ее можно скачать бесплатно в формате PDF на форуме. Посмотрите, пожалуйста, перед вами содержание. Я приближу. 37-я страница у нас отмечена красненьким. Достижение планируемых метапредметов и результатов в ГОС. Курсы Enjoy English для 2-11 классов. То есть здесь что дается в данной методической разработке? Дается такая табличка, достижение планируемых метапредметных результатов в ГОС в курсе Enjoy English для 2-11 классов. В левой колонке указан сам метапредметный результат, как он написан во ВГОС, а в правой колонке указаны средства достижения этого метапредметного результата. Например, умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. Какими средствами это все достигается в курсе Enjoy English? Формируется с помощью наличия подробных пошаговых инструкций для выполнения заданий и проектных работ, обсуждения задач и овладения приемами мозгового штурма в средних и старших классах, а также за счет наличия обширных материалов для самопроверки и резервных уроков для самокоррекции. То есть вот такая вот таблица сначала дается, и дальше идут примеры из учебника. Перед вами сейчас пример разворота из металлической брошюры. Даются примеры из учебника с пояснениями. Например, слева страничка перед вами. Планирование деятельности опора на подробные инструкции. Разбирается проект из рабочей тетради к учебнику Enjoy English для второго класса. Это юнит 3, страница 50. В 53 уроке идет проект. Учащиеся выполняют проект по инструкции. Как раз поэтому написана опора на подробные инструкции планирования деятельности. В конце выделены еще один метапредметный результат. Это взаимодействие со сверстниками. Потому что учащиеся после того, как они загладку подготавливают, не сразу показывают, о каком животном они там загадали, загадку написали, а сначала они проводят общение на эту тему. По партии, а после этого уже показывают, правильно ли он угадал или неправильно. Животное, которое было загадано. То есть вот такие вот примеры даны в методической брошюре, и по ним можно очень хорошо ориентироваться в метапредметных результатах по ГОС. Где можно найти методическую брошюру по ОМК Enjoy English? Мы заходим на форум, в раздел по ОМК Enjoy English, находим там ресурсы к федеральным учебникам Enjoy English, и видим методические материалы к учебникам Enjoy English. И есть там методическая брошюра по курсу. То же самое с happyenglish.ru. Мы заходим уже в раздел по учебнику happyenglish.ru, заходим в раздел ресурсы и скачиваем там в методических материалах к учебникам методическую брошюру. То же самое по millenium-millenium. Смотрим на таблицу. Таблица будет длинная, на несколько слайдов. В левую колонку я выделила те самые, из того списка, что мы с вами читали, 8 пунктов сокращенные, общечебные умения, которые учащиеся достигают. И в правую колонку я выбрала примеры формулировок заданий. Я не стала их перепечатывать, я сделала их скриншотами. Мне показалось, что так более наглядно. Итак, на метапредметный результат, на смысловое чтение, на поисковое чтение, на эти два результата работают, например, такие упражнения с такими формулировками. Пример из Enjoy English для второго класса. Прочитай рассказ Ани. Что нового ты узнал о ней? Учащиеся читают текст, отвечают на вопросы заданий. Или пример из Мили для четвертого класса. Read and Tick. Здесь текст, конечно, я обрезала, он не помещался на слайд или был бы очень мелким. Виде примера я показала, что сначала идет текст, а затем учащиеся в табличке выбирают уже по нужным колонкам, потому что они прочитали, где поставить галочку, а где галочку не ставить. По основным логическим операциям, по сравнению, например, может быть такое задание. Послушай названия месяцев и повтори их за Седриком. Найди соответствие между русскими и английскими названиями месяцев. Пример из happyenglish.ru для четвертого класса. Пожалуйста, еще пример из Enjoy English для четвертого класса. What do you think? Answer the questions. И здесь даются уже вопросы, кто меньше, кто чище, кто короче и так далее. То есть учащиеся здесь работают со сравнением. Очень такой пример яркий. Основные логические операции анализ. Пожалуйста, прочитай текст песни, замени картинки словами. Читают, натыкаются на то, что, это тоже кусочек из упражнения, натыкаются на то, что нету слова, есть картинка. Они должны проанализировать, что это за картинка, как это слово будет по-английски, и затем уже его озвучить в потоке речи. Пример из happyenglish.ru для второго класса. Седрик оставил Ане записку, как его найти, но она зашифрована. Ворон заменил каждую букву той, которая следует в алфавите за ней. Например, вместо A он написал B, вместо O – P, а вместо Z – A. Маги Ане прочитать записку. Замечательное упражнение, направленное и на предметное содержание, конечно же, это алфавит, и на метапредметное в виде анализа. То есть вот такая может быть формулировка. Еще как пример из мили для третьего класса на анализ. Read and Sequence – чаще все должны поставить предложение в определенном порядке. Они, естественно, сначала анализируют их содержание и в каком порядке они должны идти. На классификацию пример из мили для четвертого класса нужно растащить слова по группам. Слова, данные в рамочке, и растаскивают по трем колоночкам. Пожалуйста, замечательный пример классификации по понятиям. Заполнение анкет, таблиц, выполнение схемы, работы с ними. Примеры могут быть такими. Enjoy English – это, конечно же, классическая форма. Это грамматические модели. Мы сегодня еще на них посмотрим, когда столкнемся с обучающими компьютерными программами. Пример из печатной версии, из самого учебника – это «Расскажи о своем школьном друге». Не называй его имени, пусть твои одноклассники догадаются, кто он или она. Воспользуйся моделями. Учащиеся по модели должны произвести монологическое высказывание. Замечательная, пожалуйста, работа со схемой. Пример из учебника «Миле» для четвертого класса. Учащиеся здесь и работают с условными обозначениями, и работают с таблицей, потому что им нужно заполнить таблицу правильно. Вот такая вот может быть работа на метапредметное умение, на метапредметный результат. На принятие и сохранение целей и задач учебной деятельности. На работу с инструкцией. Есть пример, замечательная игра из English до четвертого класса. Учащиеся пишут список. Для этого им в упражнении сначала дана инструкция. Первый пункт – напиши список из пяти вещей, которые тебе нужны в школе, и показывай этот список своему однокласснику. А второй пункт – это выясни, какие есть вещи в списке твоего одноклассника. То есть, пожалуйста, все по инструкции, они все это пишут, заполняют, составляют список. Согласитесь, мы с вами в повседневной жизни очень часто составляем какие-либо списки. По миле для четвертого класса пример. Тоже по инструкции учащиеся должны следовать указаниям, и потом у них получится диалог. На достижение взаимопонимания в процессе устного общения. Пожалуйста, пример. Поработайте в парах, составьте диалог в магазине. Замечательный такой пример. Или из миле для третьего класса, где уже он даже оформлен в виде комикса между двумя учащимися. Прочитай и сыграй в игру. Такие примеры на достижение взаимопонимания в процессе устного общения. На работу в группах сотрудничества, в том числе выполнение проектных работ. Таких примеров множество. Я взяла пример из Enjoy English для третьего класса, где учащиеся составляют меню для... ...школьных завтраков. И примеры из учебника миле для третьего класса, где учащиеся рисуют, создают классный альбом. На оценочную деятельность в миле. Это замечательная сороконожка, которая указывает, какую оценку учащийся получил после того, как выполнил некоторое количество заданий. В happyenglish.ru я взяла такой пример. Прочитай песенку, а потом послушай, как ее читает Мартин и повтори за ним. Это тоже замечательный пример того, как учащиеся сначала выполняют действия сами, а потом сравнивают себя с эталоном. На выполнение заданий с использованием ИКТ, в том числе ресурсов в сети интернет. Примеры будут из обучающих компьютерных программ. Я сейчас вам буду включать видео захваты из обучающих компьютерных программ. Из обучающей компьютерной программы, программы happyenglish.ru для второго класса. Он направлен на анализ и на классификацию. Это упражнение из первого юнита, второй урок. Перед учащимися две корзинки, им нужно кликнуть сначала на каждый из грибов или поочередно. Они слушают, какое слово произносится в этот момент диктором. И должны распознать, в этом слове есть буква, либо звук, либо звук «т», либо звук «н». И уже, соответственно, положить в нужную корзинку. Давайте мы посмотрим. Кат. Стар. Ханни. Пен. Плейн. После праздники такие замечательные белочки, если все правильно, уносят корзинки с грибами Вот пишут, что моим второклассникам очень нравится Кто-то спрашивал, что такое ОКП, да, ОКП это обучающий компьютерные программы, все правильно, коллеги в чате пишут Второй пример мы посмотрим, видеозахват из учебника EnjoyInk Из обучающих компьютерной программы к EnjoyInk до четвертого класса Пример будет направлен на классификацию, как вы уже видите, по заставке Учащиеся сначала кликают на каждое слово по отдельности Или только на те слова, возможно, которые вызывают некие затруднения Но, как правило, на каждое слово слушают, как это слово произносится Запоминают, в каком столбике под каким-то ресрифционным значком это слово было Затем диктор произносит, затем слова все перемешиваются, падают вниз И диктор уже произносит слова, учащимся нужно подтянуть правильный столбик Давайте мы посмотрим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если они правильно выполнили, то они правильно выполнили Пишут вопрос, вижу в чате Попробуем еще один видео захват Это будет пример из мили для второго класса Обучающих компьютерный программ Коллеги, видела вопрос Первый пример, который мы смотрели на анализы на классификацию с корзинками и с лисичками Это был пример как раз happyenglish.ru для второго класса Так что, да, вопрос, наверное, случайно пропустили Еще видела какой-то очень интересный вопрос О том, как быть, если в классе 25 учащихся Конечно же, у вас нет такой возможности, когда в классе маленькие группы Когда бывает такое, что класс оснащен Если, например, уроки проводятся в компьютерном классе В рингофонном кабинете У вас, конечно же, уже более ограниченные возможности Но я в таком классе, поверьте, тоже работала Класс был большой и делился просто Он так неудачно Вторая группа была французская Соответственно, на французские родители отдавали учащихся меньше, чем на английский На английском у меня сидело 27 ребят А на французском их оставалось не то 5, не то 6 Соответственно, обучающих компьютерных программ Только спасали, потому что опросить 27 учащихся В рамках урока 45-минутного Где вы сначала проводите фонетическую разминку Потом речевую разминку Где вам в конце нужно не забыть подвести итоги, рефлексию То есть, конечно же, здесь невозможно сделать опрос всех На это очень замечательно спасают в данный момент обучающие компьютерные программы Когда вы включили ее Вы, например, работаете с грамматическими моделями Очень здорово они помогают English грамматические модели Вы вызываете учащихся либо по одному к интерактивной доске Если нет интерактивной доски, то на форуме, я не помню, в какой теме Но делились коллеги с тем, как выходить из этой ситуации Хотя Геннадьевна Митюгина тоже писала о том, как она работает В рамках того, что нет интерактивной доски, есть только экран Когда она пускает учащихся по очереди к своему ноутбуку Они выполняют упражнения Поверьте, что то время, что, возможно, вы затратите на выполнение какого-то упражнения в письменной форме И не все учащиеся работают в разном темпе А уж тем более, когда их там 25-27 человек Вы не сможете донести до всех 27 какой-то смысл То выполните задание на интерактивной доске Или подозвав каждого ребенка к своему ноутбуку И чтобы остальные смотрели в этот момент, как он выполняет на проекте Гораздо будет больше пользы Коллеги, давайте посмотрим пример из... Да, вот коллеги опять будут сейчас, я так думаю, обсуждать в чате А то, как должен ли делиться класс или не должен делиться класс Я надеюсь, что все-таки от темы мы сильно очень далеко не уйдем Что касается обучающих компьютерных программ, то я сказала Пример из МИЛИ для второго класса Обучающая компьютерная программа Он будет, например, на заполнение таблицы И в то же время на развитие внимания Что нужно сделать? Нужно впечатать пропущенное слово Обучающиеся смотрят на всю таблицу в общем Должны понять, какие есть вообще в наличии слова И дальше уже впечатать То есть это идет у нас метапредметный результат Вот текста с клавиатуры Они должны впечатать Очень замечательное упражнение Тренируют и лексику И правописание И, конечно же, внимание и заполнение таблиц Вот такой вот пример Если учащиеся правильно выполнены, то они получают Субтитры создавал DimaTorzok Мультик в заслугу За свою заслугу За то, что они правильно сделали И, конечно же, они радуются Хотят набрать Обучающихся смотрят на программу Субтитры создавал DimaTorzok Чем, возможно, что-то скучно писать Давайте посмотрим на пример Из обучающей компьютерной программы К Enjoy English для третьего класса Пример на работу с грамматическими моделями Это как раз работа со схемами, моделями Все это метапредметный результат Работает на метапредметный результат В данном случае До этого упражнения Я когда искала видео захвата Включала Большинство упражнений направлено на то Чтобы правильно составить саму схему То есть здесь Учащиеся еще Они вот до В Enjoy English для второго класса В обучающей компьютерной программе Они в основном все-таки Пытаются составить сами схему То есть они заучивают В каком порядке нужно ставить Что значит каждый значок Здесь же учащимся дается модель сама Ее уже перетаскивать никуда не надо И по модели они должны собрать Предложение, которое разбито на части Давайте мы посмотрим В конце они тоже получат мультик В заслугу Есть меню, в котором можно Вопрос, на который мы нажимаем И нам написано, что мы должны сделать Вопрос, на который мы можем сделать Кто-то спрашивает Это новая УКП для третьего класса Это версия 2.0 Вот такой вот они будут Мультик Зачают за то, что они правильно Продолжение следует Продолжение следует... 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 Вопросы в тексте, когда они его читают. Она смысловое чтение. В упражнении дается задание «Прочитай разговор Ани и Дианы и скажи, что искала Аня». Учащиеся строго отвечают на поставленный перед ними вопрос в формулировке задания. Это примеры из happyenglish.ru для 4 класса. Примеры из enjoyenglish для 3 класса. Я здесь оставила весь разворот, он немножко мелкий, но зато на нем сразу видно, что все упражнения здесь несут метапредметный смысл. Давайте посмотрим слева направо, сверху вниз. Четвертое упражнение – умение верно подписать почтовый конверт. Согласитесь, нам в жизни это умение очень часто пригождается, оно нам нужно. Мы часто, особенно раньше, подписывали конверты. В данном случае чаще все учат подписывать верно адрес по-английски. Пятое упражнение – прочитай начало английской сказки и назови главных героев. Учащиеся выполняют смысловое чтение, они читают для того, чтобы узнать имена главных героев. Шестое упражнение – учащиеся должны назвать картинок в том порядке, в котором происходят события в сказке. И в седьмом упражнении – это уже на синтез информации, они уже по расставленным правильно картинкам, по всему уже делают мэтчинг. Все задания на мэтч, как правило, это задания на синтез, то есть они уже всю ту информацию, что они собрали, они ее воедино склеивают, и получаются у них верные ответы, когда они из двух колонок делают сопоставление. На анализ информации и примеры с happyenglish.ru для третьего класса учащиеся читают задания. В задании говорится, что Аня ненадолго оживила восковые фигуры волшебной палочкой, и дается целевая установка – прочитай и назови фигуру, которая неправильно представилась, в ней прячется моргана. То есть, пожалуйста, здесь учащиеся должны и прочитать, и проанализировать, и перед ними была поставлена очень четкая цель. То есть все это – это метапредметный результат. Примеры с happyenglish.ru для четвертого класса. Тоже на одной страничке мы сразу видим все направленное на метапредметное. Это и анализ информации в упражнении, где нужно сказать, правильно ли Седрик послушал разговор Моргана и ее учеников. Это упражнение на классификацию понятий, где нужно в всех этих предложениях найти то, что дети любят и что не любят. За что они любят, за что не любят времена года. И на сравнение языковых явлений, то, что у нас было на первом примере. Здесь вот опять в уроке Ворона, рубрика. И учащиеся сравнивают безличные предложения в русском языке и безличные предложения в английском языке. Примеры из мили для второго класса на анализ и выделение лишней информации. Перед учащимся ставится задача «Найди лишнее слово». Из мили для второго класса на синтез информации. Нужно угадать игрушку. То есть учащиеся слушают всю эту информацию, которую им дает сосед по парте, и угадывают, о какой игрушке он ведет речь. Соответственно, они синтезируют всю данную им информацию. Пример из мили для третьего класса на синтез информации и на сравнение картинок. Тоже, как вы видите, вся страница и на всей странице мы находим, и во всех упражнениях на страничке мы находим метапредметный результат. На синтез информации в задании нужно в правильном порядке расставить буквы в словах, а в четвертом упражнении нужно сравнить картинки. Работа со схемой. В данном случае у нас, правда, не совсем схема. Это изображение циферблата не словами, а картинкой. То есть время изображается циферблатом. Учащиеся должны написать время, которое показывает часы. Пример из Enjoy English для четвертого класса. И работа с информацией, представленной в графическом виде. Нам нужно помочь Джейсону написать сочинение о том, как он провел в воскресенье. Дополни его рассказ недостающими словами. Недостающие слова изображены рисунками. Учащимся нужно проанализировать, какое здесь слово зашифровано этой картинкой, и уже написать. С другой стороны, это, конечно же, работа с информацией, представленной в графическом виде. Потому что у нас все это дано не зашифрованными буквами, не зашифрованными словами, не вопросом, ничем, а картинкой. По работе с инструкцией несколько примеров. Один из happyiglish.ru для второго класса, где очень много игр. И все игры описаны подробными, четкими инструкциями, чтобы все было правильно, чтобы учащиеся могли легко разобраться в условиях игры. Посмотрите, пожалуйста. Примеры из мили для четвертого класса. По работе с условными обозначениями, картой. И также здесь разработка и работа с инструкцией. То есть, одновременно учащиеся и должны запомнить все обозначения, и работать по карте, и работать по таблице. Посмотрите, пожалуйста. И из всего этого вывести коммуникативный такой вот выход, когда они должны сыграть в игру. Уже загадав друг другу, как добраться до того или иного места. Еще один пример игры и работы с инструкцией по happyenglish.ru. Здесь и представление информации в графическом виде, и работа с таблицей, и работа с инструкцией. Здесь три в одном. Работа со схемой. Здесь у нас снова это happyenglish.ru для второго класса. Послушай, Бетти, назови, на каком рисунке часы показывают это время. То есть, опять, мы работаем не со словами, а с графическими изображениями. Пример из enjoyenglish для третьего класса. Тоже я оставила разворот, потому что у нас здесь замечательное четвертое задание. Мы видим ответ на вопросы анкеты. То есть, заполнение анкет – это метапредметное умение. И упражнение номер пять. Узнаю у одноклассников, что они умеют делать хорошо, заполни таблицы. Пожалуйста, метапредметное умение, заполнение таблицы и работа с ней. Потому что после того, как они заполнили таблицу, им нужно сказать, кого бы ты взял в свою команду для участия в спортивном празднике и почему. Выход на коммуникативный результат. Enjoyenglish 4 – это проект. С одной стороны, это уже само по себе метапредметный результат выполнения проекта. Но в самом проекте мы видим инструкцию. У нас все выполнение проекта состоит из трех частей. Сначала они придумывают волшебную страну, заполняют таблицу в рабочей тетради. И когда они заполняют эту таблицу, это у нас метапредметное умение. Потому что они должны здесь и продумать, в какое время года окажутся в этой волшебной стране, и в каком месяце, какая будет погода и так далее. Все это они записывают и фиксируют в таблице. Чтобы потом по этой таблице можно было составить рассказ. Уже у нас идет работа по плану, по инструкции. У нас, помимо того, что весь проект дан в инструкции, то есть в трех шагах, первый, второй, третий перед вами, так еще и во втором шаге у нас есть подробный план, по которому мы работаем. Это тоже замечательный метапредметный результат, когда они пользуются планом и по плану уже вставляют то, чего не хватает, или располагают информацию в правильном порядке. Достижение взаимопонимания в процессе устного общения. Пример из учебника Милли для второго класса. Пожалуйста, перед вами все это изображено в виде комиксов. Такой вот очень простенький, но очень понятный пример. В формулировке, соответственно, будут, как правило, look and say или read and say. На выполнении проектной работы. Мы с вами видели сегодня из методической брошюры пример из рабочей тетради к учебнику для второго класса Enjoy English. Здесь пример, где нужно в процессе проектной работы сделать книгу для своего друга. Выполнение проектной работы, работа по инструкции. Это пример из Милли для второго класса. И после того, как они выполняют эту проектную работу, у них получается какой-то результат. В данном случае это должно быть такое изображение дверок. После этого учащиеся играют, куда-то помещают мышку и спрашивают друг другу, где эта мышь находится в данный момент. Это достижение взаимопонимания в процессе устного общения. Милли для третьего класса опять. Выполнение проектной работы, работа по инструкции. То есть примеров настолько большое количество, что это просто даже не то, что на час вебинара. Это можно об этом говорить все время, целый день. Здесь опять перед вами работа по инструкции, выход в коммуникацию. Посмотрите, пожалуйста, достижение взаимопонимания в процессе устного общения. Read and play the game. Чтобы они правильно могли сыграть в эту игру, то есть провести акт коммуникации, им сначала нужно выполнить вот такую небольшую проектную работу по инструкции. По оценочной деятельности, что мы видим? Пример из рабочей тетради номер один к учебнику Enjoy English до четвертого класса. Проект диплома. Учащиеся здесь должны отметить галочкой, что они научились делать. То есть они сами проводят личностную и познавательную рефлексию. И они это умеют делать, или они сомневаются в том, что они умеют то или иное действие делать. То есть, например, вести разговор о себе, о своей семье, о своем домашнем животном, о своей комнате или доме и так далее. И после всего учителям ставят свою подпись, и вот они получают такой заполненный диплом, диплом-рефлексию, то, что они научились делать к концу четвертого класса. На оценочную деятельность, конечно же, работают все Test Yourself, которые даются в учебниках. Перед вами сейчас пример из Enjoy English для четвертого класса. Во всех Test Yourself дается, конечно же, шкала оценивания, что очень удобно. Сейчас перед вами пример из книги для учителя. То, что в ней, в книге для учителя даются к Enjoy English, даются ответы. И авторы предполагают работу следующим образом. Необходимо эти ответы аксерокопировать и раздать либо каждому учащемуся, либо, если нет такой возможности, значит, одну на парту. Но учащиеся должны обменяться тетрадями и сравнить то, что сделал, например, сосед по парте с эталоном. Либо они проверяют каждый у себя в тетради. Дети уже в зависимости от того, насколько вы доверяете, может быть, детям. Станут ли они что-то у себя в тетрадке исправлять или не станут. Но самое главное, это у нас происходит оценочная деятельность в виде самонаблюдения. То есть они сами отслеживают, где они ошиблись, где они сделали правильно. И они сами себя оценивают по табличке, которая дана внизу. Сделали ли они на отметку Very Good, либо на Good, либо на OK, либо на Try Again. То есть, пожалуйста, замечательный пример метапредметного результата, которого они достигнут. И пример из happyenglish.ru до четвертого класса на ИКТ-компетенцию. Здесь КТ-компетенция предстает в том, что учащиеся уже знают в четвертом классе лексику, связанную с компьютерами. Здесь они уже и как будет окно в компьютере, и о Windows уже узнают, и что такое mailbox, и как увеличить будет слово, как будет уменьшить, про email и так далее. Коллеги, давайте мы попробуем сами с вами сейчас поопределять, что есть на примерах, которые перед вами на слайдах. Я обещала, что в конце будет эта рефлексия. Вот сейчас перед вами пример из happyenglish.ru для третьего класса. Как вы думаете, какие будут здесь метапредметные результаты или метапредметный результат? Анализ, Анна пишет. Отвечают на вопросы. Анализ, анализ. Кто-то пишет синтез, кто-то пишет сравнение. Вот сравнение уже, да, здесь у нас анализ и сравнение, потому что они все-таки здесь еще не дают сами никаких ответов. Здесь нет задания, они, соответственно, не синтезируют никакой информации. Вот я вижу правильный ответ Веры, да, это работа по схеме. Все правильно, здесь идет работа по схеме, а скорее всего это будет у нас работа с, вот не почти не с понятиями, да, а работа с графической информацией, то есть с изображением графической виде, то есть со схемами. Здесь у нас дракоши, которые объясняют грамматику. Правильно, формулировка правила по схеме, да, графическая информация. Замечательно, то есть здесь мы заняты тем, что объясняем учащимся грамматику на схемах, соответственно, это все равно достижение метапредметного результата. Спасибо большое, коллеги. Давайте посмотрим еще на один разворот, тоже из happyenglish.ru для третьего класса. Меня интересует первое упражнение в секции homework. Работа с таблицей, пишет Оксана Сурин, абсолютно правильно. И работа по инструкции, правильно. И еще здесь есть у нас анализ, верно. Формирование языковой догадки, это, конечно же. Сравнение, пишет Валентина А. Большое вам спасибо. Да, здесь еще у нас, конечно же, и выполнение проектной работы, раз это указано как проект, да. Но, тем не менее, большое спасибо, что указали про работу по инструкции. Здесь учащимся дается четкая подробная инструкция, что им нужно наклеить на листок из разрезного материала с фотографией, или несколько фотографий семьи, описать одного из членов семьи. То есть, все дано четкими понятиями, четкими инструкциями. Воспользоваться они должны при этом, при всем, табличкой. Работать они должны из информации, которая дана в таблице. Чтобы описать члены семьи, им нужно сначала проанализировать эту таблицу, потому что им нужно найти слова, которые подходят им. Какие-то слова им, конечно же, не будут подходить, когда они будут описывать личность. И, более того, здесь даны сравнительные такие у нас понятия, да. Длинный или короткий нос, к примеру, да, темные или светлые волосы и так далее. Да, и правильно пишет Елена Юрьевна Заматаева, да, у нас, конечно же, взаимодействие с одноклассниками, потому что они это все рассказывают друг другу. Спасибо, коллеги. Давайте мы посмотрим, например, из рабочей стирадии к учебнику МИЛИ для второго класса. Здесь у нас сразу три упражнения. Только если будете писать, уже тогда указывайте, к какому упражнению вы имеете в виду медопредметное умение будет подходить. Первая работа по инструкции. Правильно, у нас инструкция вся помечена буквами A, B или C. Второе – анализ. Верно пишет Оксана Сурина. Нужно посмотреть на покупки Алисы и вычеркнуть в список покупки те, что она уже купила. Еще согласитесь с тем, что у нас все-таки это действие, опять, настолько медопредметное, что мы с ним сталкиваемся каждый день, когда мы составляем какой-то список, например, для похода в магазин. Анализ и сравнение. Упражнение три. Правильно, здесь анализ и сравнение, развитие внимания. Работа по таблице, правильно вижу третье, по инструкции тоже третье. Третье внимание пишут. Вот, сравнение. Работа с лексическими единицами, конечно же, но работа с лексическими единицами у нас не является медопредметным умением, это все-таки уже предметное умение. Хорошо, коллеги, очень легкий оказался пример. Давайте посмотрим на последний пример, это из мили для четвертого класса. Страничка. У нас здесь одно упражнение. Упражнение. Listen and find the museum. Find the bus station and the circus. Работа с картой. Мы такое видели уже сегодня, я показывала. И с условными обозначениями, правильно пишет Алла Александровна. Да, все пишут правильный анализ, работа с инструкцией здесь есть. Все верно, ориентирование, внимание. Коллеги, скажите, пожалуйста, тяжело ли работать, когда, например, тяжело ли находить метапредметные умения, когда вот уже чуть более, может быть, я не знаю, подробно мы в этом с вами разобрались сегодня. То есть, когда вы составляете конспект урока, вы уже, на мой взгляд, будете все-таки чуть более проще относиться к тому, чтобы найти в этом уроке, какие будут метапредметные результаты достигнуты или будут достигаться в процессе. То есть, я постаралась максимально изобразить это все графически, чтобы это тоже было чуть больше попроще вам работать. Надеюсь, что таблицы, которые мы сегодня с вами смотрели, Доксана Суирина пишет, они совсем не страшные. Наталья Кулакова пишет легче, но все равно есть трудности. Коллеги, после вебинаров пишут легче. Спасибо большое, коллеги. У меня еще один пример остался в запасе. Давайте мы попросим тем, кому было сложно, написать в чате, как им сейчас стало легче. Меня интересует, конечно же, седьмое упражнение и восьмое. Что за метапредметные у нас здесь умения будут развиваться? Работа со схемой, правильно, в седьмом упражнении, Альфина пишет. Смысловое чтение, абсолютно правильно, у нас очень быстро ответила Сутягина Надежда Геннадьевна. Большое вам спасибо. Коллеги, да, я надеюсь, что все-таки теперь стало намного проще. Где еще можно почитать на эту тему, помимо литературы по ВГОС, которая, наверное, нам всем уже немножечко приелась. Есть статья «Метапредметные действия и результаты. Как их распознать?» в номере 444-2013 год. Перед вами обложечку я поместила, чтобы было понятно, как он выглядит. Вот есть такая замечательная статья, с восьмой страницы она начинается. Вы можете ее тоже почитать и тоже ознакомиться. В ней приведены результаты опроса педагогов, статья, правда, 13-го года. Но вот в 13-м году я проводила опрос, спрашивала на одном из семинаров, тяжело ли находить в упражнениях учебника метапредметный смысл, метапредметный характер. На тот момент еще было тяжело. Но я надеюсь, что, пользуясь методической брошюрой, которую я сегодня показала, все три я не стала показывать, конечно же, как пример. Я надеюсь, что вы зайдете на форум, кому нужно, обязательно скачайте ее и будете ею пользоваться, когда будете составлять конспект. Если у вас вдруг возникнут какие-то трудности с тем, чтобы определить, какое это упражнение, на какой метапредметный результат оно направлено. К тому же вы всегда можете задавать вопросы на форуме English Teachers. В том числе я с удовольствием отвечу и на вопросы по конспектам уроков, по ВГОЗ. У нас сейчас там очень интересная тема заведена. Я слежу за тем, что в ней пишут, пока сама еще не отвечала, о том, как вести урок по ВГОЗ. Если завуч требует, что нужно учащимся самим формулировать цель и задачи урока. То есть очень такие интересные бывают настребования в школах сейчас, чего только не услышишь. Коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, предложения, все, пожалуйста, пишите на форум. Если у вас есть сейчас вопросы по вебинару, пожалуйста, задавайте их в чате. Я постараюсь на них ответить. Спрашивают, можно ли презентацию. Я, конечно же, дала разрешение, чтобы ее разместили, но, коллеги, она очень много весит из картинок, которые в нее вставлены. Она больше 15 мегабайт весит, поэтому сегодня, к сожалению, мы ее разместить уже не успеваем. А завтра она будет выложена на форуме в разделе «Презентации с вебинаров». Про сертификат, вижу, уже спрашивают. Коллеги, мы сейчас вам выложим в чате код для скачивания сертификата. Пожалуйста, когда вы будете скачивать сертификат, обязательно ориентируйтесь на слайд, который перед вами будет, с инструкциями о том, как скачать сертификат. Вот Кораблева Елена Владимировна спрашивает. Можно ли сказать, что у ДЭИ метапредметные действия – это одно и то же? Да, мы можем сказать, что это одно и то же, потому что, если мы даже посмотрим на определение, это все-таки об одном и том же речи. Универсальные учебные действия – это действия, которые универсальны для любого предмета. Метапредметные действия – это действия, которые универсальны для любого предмета. Соответственно, это одно и то же. В чате сейчас появился код для скачивания сертификата. Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание на то, что код для скачивания сертификата действует только 3 часа после окончания вебинара. То есть, если у нас сейчас с вами 18.05, то вы до 9 вечера только можете скачать. Спасибо, Алена Евгеньевна. Это уже постановка цели. Пускай эту цель ставим не мы перед учащимся, а авторы учебника. Но ведь мы передаем то, что авторы учебника запланировали. Кто, если не мы? Дили пишет. Какой теме? Коллеги, мы код еще раз вставим. Не волнуйтесь. Надежда Степановна пишет. Планируете ли вы издать приложение для обучения чтению? Очень нужно. Коллеги, я отвечу на вопрос конкретно по теме вебинара сегодняшнего. По чтению отдельным, прям целым пособиям. Это у нас есть редапы. Редап как раз направлен и на достижение, в том числе, метапредметных результатов. Можете посмотреть в видеозаписи автора редапов для второго, третьего, четвертого класса, Костюк. Она рассказывала о том, что конкретно там за метапредметные результаты развиваются. Вот Альфина спрашивает, будут ли вебинары для средней школы? Конечно, коллеги, они у нас, как правило, либо со второго по одиннадцатый класс проводятся, либо по отдельным уже, по ступеням. Коллеги, больше вопросов, в принципе, не вижу. Будут ли вебинары? Да, будут. Большое вам спасибо, коллеги. Тогда буду на сегодня с вами прощаться. Если есть какие-то вопросы по вебинару, по метапредметным результатам, по метапредметным умениям, пожалуйста, задавайте на форуме. Мне было очень приятно видеть, что сегодня было очень много народу. Большое вам спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова